Борис, ну что, в последние дни много шума наделал визит Лукашенко в Пекин, и версий сразу много, зачем он туда полетел, но мало кто, а говорю сразу, только не вы, мало кто обратил внимание на смещение дат этого визита. Он планировался несколько позднее. С чего вдруг такая спешка, как вы считаете? Да, вы правы, Алексей, я как раз обратил внимание, что официальный визит планировался на позднюю весну, то есть туда дальше, и тут вдруг буквально в несколько дней организовывается этот визит, Лукашенко вылетает туда. Я связываю это, ну, в первую очередь с тем, что Китай обеспокоен тем, что если и в дальнейшем будут закрываться переходы между Белоруссией и Польшей, например, или железнодорожные ветки будут перекрыты, то тогда экспорт, который идет через Белоруссию, не только китайский, кстати, он под большим опросом, ну, точнее, просто он не попадет в Европу. Поэтому, а это как бы в том числе и потери экономические, и, ну, это первый момент, да, такой очевидный, очевидный момент, потому что Польша, она как бы предупредила Лукашенко, если он не отпустит вот польского журналиста, который был арестован и осужден в Белоруссии, то дальше, значит, будет продолжаться этот сценарий закрытия границ. Есть второй момент. Соединенные Штаты не так давно предупредили Китай о том, что не нужно поставлять оружие в Российскую Федерацию. То есть Соединенные Штаты превентивно, просто так, никого не предупреждают. Значит, есть определенные индикаторы, что Китай где-то там ведет переговоры, хотя Китай сейчас ведет переговоры активно со всеми. В том числе Иван Ив в Европу ездил, и в Москве был, и вот сейчас Лукашенко там в Пекине, и с Путиным встреча планируется у Си Цзиньпина весной, насколько я помню. Поэтому Китай сейчас для себя выбрал очень хитрую, но, то есть вот сейчас я расскажу логику этой позиции, и она вызывает, с той хитростью, как она сформирована, она, конечно, вызывает определенное уважение, вот насколько хитро они все продумали. То есть Китай сейчас, буквально там несколько дней назад, выходит со своим мирным планом. Все гадают, ну почему сейчас год прошел, зачем Китаю этот мирный план, все его ожидали. Кстати, я связываю то, что 24 числа не бомбили и не обстреливали ракетами россияне, просто потому что Китай в этот день презентовал мирный план, это тоже показательно. И вот Китай выходит со своим мирным планом, в котором все абсолютно размыто, кроме одного пункта – не использовать ядерное оружие. Понятно, кому этот пункт и кому этот посыл. У Украины ядерного оружия нет. То есть это конкретно Путину еще раз напоминаю. Все остальные пункты, там про все прекрасное. За все хорошие и всего плохого. Да, да, уважение к территориальной целостности, там нет основных ключевых моментов – выведение войск и возвращение территории Украины. Все, там есть прекратить стрелять, там есть отказ от политики холодной войны, отказ от политики санкций вот этих односторонних. Но зачем Китаю этот мирный план, если он вообще не рабочий? А вот здесь Китаю этот мирный план нужен исключительно для заявки на мировое господство наравне с Соединенными Штатами. То есть есть один большой игрок, один гигемот Соединенные Штаты, он уже вовлечен в эту войну и поставками, и финансированием Украины, и поддержкой. Есть второй претендент на мировое лидерство, он тоже должен быть вовлечен, потому что война в Украине – это одна из тем номер один сейчас. И будет продолжать быть этой темой. И Китай, понятно, что в противостоянии с Соединенными Штатами не может встать на ту же сторону, что и Соединенный Штат. Это логично, у них конкуренция. Поэтому Китай говорит, мы тут, значит, будем вот такой мирный план предлагать, но, смотрите, если Россия в конце, когда будет подписывать определенные соглашения, а будет подписывать Россия эти соглашения, выполнит хотя бы один-два пункта оттуда, а она их выполнит, там же есть прекратить стрелять, есть такой, есть. Ну, то есть Россия выполнит даже без указки Китая, потому что там логика такая выстроена. И тогда Китай говорит следующее, смотрите, мы США, два мировых лидера, завершили, поспособствовали завершению этой войны. Мы на Россию немножечко там повлияли, Штаты на Украину и Европу, и вот мы опять два мировых лидера. И Китай себе приписывает тогда вот этот миротворческий бонус. И он говорит, что да, мы тут два мудрых, великих, значит, государства так или иначе разрешили эту войну. То есть вот для чего, это долго, но вот для чего был этот презентован мирный план. Поэтому сейчас поставлять оружие России, это, ну, мне кажется, крайне опасно для Китая. А вот провести политику создания проблемы, а потом предложить решение этой проблемы самостоятельно, это Китай умеет. Это вот чисто по-восточному крайне хитрая история. То есть смотрите, сливается информация, что Китай якобы может поставлять какое-то оружие. Соединенные Штаты превентивно говорят, не смейте это делать. Китай говорит, хорошо, мы этого делать не будем, но давайте, может, мы как-то по Тайваню продвинемся. Или давайте, может, там по рынкам поговорим. Получается, что они ничего не делая, создав вот этот информационный шантаж, фактически получают для себя какие-то бонусы в дальнейшем. Очень, вот почему вначале я говорил, что это очень хитро и там, ну, хитрость это достойна уважения где-то. Борис, а можно полагать, что результатом вот этих вот хитросплетений и переговоров, да, и вот этого мирного плана стало то, что на паузу поставлена передача Украине F-16 дальнобойного вооружения. Я бы тут назвал другие причины, но вот официально, и в том числе и Пентагон, и Байден, кстати, говорят о том, что сейчас речь идет о наземных, поставке наземного тяжелого вооружения. То есть что происходит, когда ты поставляешь порционно оружие разной номенклатуры? Ты управляешь войной. Вот фактически ты решаешь, где и каким вооружением будет вестись война и на каком направлении. То есть ты поставляешь танки, понимаешь, что вот они будут примерно там, ударный кулак сформирован и пошли. Если ты поставляешь самолеты, это абсолютно другая модель войны уже, и дальнобойные снаряды, и ракеты. Это другая модель войны, значит война будет уже не очень контролирована вестись. Чем больше радиус действия вооружения, которое нам поставят, тем больше у нас возможных целей, правильно? Мы можем работать по линии фронта, по логистическим цепочкам и складам, а можем еще куда-то там, по объектам каким-то другим. Поэтому мне кажется, что наши западные партнеры хотят, чтобы максимально контролируемая война была. Тем более, неоднократно, я уже говорил, они же не берут с неба номенклатуру. Они не думают, что там украина, ну давайте там 100 танков. Нет, у них аналитическая модель, в которую фактически загружены до единицы, наверное, до десятка единиц техники, количество, соотношение живой силы, артиллерии, всего-всего-всего. И вот эта аналитическая модель, в том числе при помощи аналитиков, которые дальше эти данные изучают, и говорит, что ага, Украине, чтобы наступать, нужно вот здесь столько, здесь столько, здесь вот такое оружие, здесь такие танки. И поэтому вот об этом, ну поэтому так и решается, что поставлять. Авиация, это как бы уже немножечко более сложная техника, она требует обучения. Я не знаю, учатся наши пилоты сейчас на F-16, не учатся. Хотел бы, чтобы же учились и давно, кстати, слухи такие ходили. Но опять же, эта техника требует, ну, нескольких месяцев минимум обучения. И плюс есть опасения, что недостаточно обученные экипажи могут потерять, ну, не потерять. Ну, эта техника может быть захвачена, да? Собит. И, а Россия же, вот у них в последнее время, какой главный тезис, чтобы нам не поставляли оружие? Смотрите, мы тут позахватывали их оружие, разберем по винтику, изучим и сами вот произведем. Ну, давайте прямо скажем, у вас есть возможность разобрать Мерседес и создать его, но вы все равно создаете москвич. То есть, ну, я бы эту угрозу, наверное, снимал, потому что там иной порядок рисков. Но все равно, мне кажется, что, да, есть стратегия на наступление весеннее, и там самолетов нет. Вот как мне кажется. Все-таки по Китаю, давайте уже, чтобы закрыть, он будет помогать, как вы считаете, оружием России или нет? Или это все-таки просто шантаж на сегодняшний день? Я не вижу, ну, то есть, для Китая важен собственный экономический профит, а не амбиции, например, там, партнера или соседа. То есть, собственно, экономический профит, потери, я имею в виду, для Китая от санкций, если вдруг начнет поставлять оружие России, будут несоизмеримы с той прибылью, которую он получит от продажи этого оружия. Несоизмеримы просто. И тогда Китай, по большому счету, как и Иран, ну, получит довольно жесткие санкции, хотя и так, там, они вот-вот их могут уже ввести. Поэтому, я думаю, будут шантажировать, поставим, не поставим, и за это что-то требовать. Единственное, что, вот, прошла информация, что одна из частных компаний китайских предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер». Для, понятно, для чего. То есть, вот здесь, и она уже, кстати, под санкциями, эта компания, то есть, уже несколько компаний попали под санкции. В цифрах, если мне не изменяет память, то российский рынок, ну, раз в пять для Китая, если не больше, меньше, чем рынки Европы. И то, потому что там сейчас максимально увеличился объем, Россия просто там продает все, что можно в Китае, ну, там и цена, соответственно, не рыночная, мягко говоря. Поэтому, я думаю, что риски для Китая, они на самом деле не соизмеримы, если начнут поставлять оружие. Но шантажировать будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова